Пора добавить яркости в нашу жизнь, да, весна настала, судя по солнцу и то, что она уже греет на солнце, ну правда у нас холодно сейчас, до 15, сегодня ночью будет 20, испытываем себя и амуницию. Всем привет, друзья, с вами Фарионыч, давно с вами не распаковывались что-то, да собственно говоря, вообще этим практически не занимаюсь, но пришло время, кто меня смотрит, знает, что я тут двигаюсь по всяким лесам, по стритам, занимаюсь фотографией, поэтому для меня схема снаряжения, о которой я упоминал, что летом важно, и кто смотрел мое видео, когда я падал со склона в лахте, подвернул там ноги. Ну и кто зимние мои смотрел выпуски, видели, что я там катался, тоже пытался там прокататься, ну в общем, сегодня про зимнюю обувь тема. Так вот, настало время какой-то удобной обуви, и кто смотрел мое видео про Москву, видели, что я там очень много намотал, 15 тысяч, даже больше, наверное, скорее всего. Ну, кстати, многие меня не очень устали, но для каких-то глубоких походов в лес, и кто меня год назад, два года назад, я использовал вот такие старые сапоги, у меня есть разных сапог, но вот эти сапоги им там больше 20 лет, даже мне не представлю, там 25 лет, это в Чехии делал стивал, ну в общем, они тяжелые, на мяку такие, вечные практически, нигде ничего не рвется, но это не наш вариант, мы же хотим облегчить нашу жизнь. Поэтому совсем недавно, практически пару дней назад, на празднике, мы пошли в магазин с супругой, и в общем, она нашла то, что мне надо, я ей благодарен. Коробка вот так выглядит, вот, вот так выглядит, ближе покажем, написаны они ЕЕ 9706, что это значит, 97-й год, июль месяц, не знаю, ну, наверное, скорее всего, это модель, конечно, это модель. Значит, вообще называется в каталоге она, эта модель почему-то по каким-то причинам называется Fusion Storm, но если полностью словосочетание приводить, это как бы термоядерный какой-то вихрь, ну, не знаю, что-то не очень хорошего нас готовит, судя по названию. Но вообще Fusion отдельно, это отдельный стиль, это смешение всевозможных вещей, смешение несмешаемого, ну, в общем, не буду торопить вас, откроем, посмотрим, что это такое. Внутри два ботинка, два ботинка, ну, и всякие там коробки, бумажки, все это я буду показывать. Начнем с того, что посмотрим, что написано. Написано Fusion Storm WTR, ну, знаете, в автомобилях 4D, WTR, насколько я помню, Subaru есть такие модели. Еще надпись баскетбол, то есть, ну, я баскетболом занимался, кстати, первую свою травму, вот здесь, выбив мениска, да, с которым я там много лет мучился, получил как раз на баскетболе. Поэтому баскетбол это для меня, ну, и рост у меня тоже позволяет этим спортом заниматься. Значит, я переменил три размера, ну, у них есть половинки, поэтому можно точно подобрать. Ну, а дальше тут на японском, на китайском, на всяких разных языках написано вверх обуви синтетическая штука, подкладка и стелька, подошва, текстиль, полимерный материал, резина, кожа, композиционная кожа. Как бы сделан во Вьетнаме, значит, покажу, что это такое, не знаю, сколько будет близко, внезапно подскажу. Значит, что мне понравилось, во-первых, у меня была серия Adidas Traction, кто знает классический Traction, который был, ну, считайте, там, с 2013-2015 года. То есть, он достаточно такой высокий, но при этом у него не было вот этого покрытия, которое на современных моделях есть. Здесь вот искусственная кожа, причем она вокруг полностью, кроссовка сделана, то есть, достаточно удобно. Ну, и при этом стиль сохраняется Adidas. Я выбрал, ну, как бы, то, что было, но, собственно говоря, мне этот цвет очень понравился. Это мой цвет серый с черным, то есть, это, ну, идеально, я думаю, что. Люберсы, шнурки все продеты. Здесь внутри мягкая ткань, очень удобная, флис, и она же сделана на язычке. Значит, шнуровка классическая, никаких железок тут нет, все удобно. Сзади вот эта замши, эта натуральная кожа для удобства или подвешивания, кто любит подвешивать что-то, и для удобства одевания тоже пригодится, пригодится. Значит, внутри вот эта технология антискользления, Traction, которая называется, но в старых моих кроссовках это было такое выпуклое, а здесь оно сделано, как бы, такими нанесено, и с краев, вы видите, как в резине, в нормальной шипы. Понятно, что они по асфальту сотрутся, но нам будет интересно, поскольку сейчас 15 градусов, снега дофига выпило, выпало, 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 и мы пойдем испытаем, что вообще как это, скользит, не скользит, что. Ну, видно здесь вот этот вот материал, который вставлен, он на летних кроссовках тоже есть. Значит, сверху Cordura, наша классическая, которую везде используется, в том числе в лучших рюкзаках, лучших портмоне. Ну, и, в общем, внутри, значит, стелька, которая запоминает положение, собственно говоря, подстраиваться под вашу ногу, ее можно заменить на более теплую стельку. Comfort Clot, так называемая, технология. Ну, собственно говоря, встыненный материал и нанесена ткань. Понятно, что она изменится со временем. Adidas пишет, что это именно вот такая технология. Что еще я заметил, когда я их отделал, значит, начал мерить. Вот этот мыс, вот этот передний, он очень жесткий. То есть там какая-то вставка сделана. Действительно, для того, чтобы вы ногу не повредили, я об этом постоянно говорю, когда вы ходите вот по камням, где я там лазил в Турции, в той же самой Греции. И есть вариант повредить пальцы или что-то с ногой. Поэтому здесь защита очень серьезная. То есть почему они не называются такие всепогодные? Каталоги, они идут как зимние, зима, зима. Ну, насколько они зимние, я думаю, что мы с вами проверим, испытаем. Снуровка достаточно удобная, то есть, ну, вообще кроссовки высокие, выглядят здорово, ну и цвет такой. Не буду вас утомлять, давайте посмотрим, как они ведут себя. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, и будут в том числе и какие-то дополнительные обзоры. Кстати, подсказка, я говорю, записывал видео по поводу системы. Еще одна подсказка, это значит, едет из города Сент-Луис, Америка, и система тоже связана с фотографией, собственно говоря, с аксессуаром, и тоже имеет в своем элементе карту. Ну, единственное, что я обратил бы внимание, язык не прикреплен к боковинам, поэтому вполне вероятно, что может быть, будет забиваться снегом, если глубокий снег. Но мы это испытаем попозже. Пока мы просто скажем, что на льду, на голом они скользят, как коньки, то есть ни о каком сцеплении нет, речи. Так же, как мои скользили. Значит, по поводу посыпанного с песком, там все нормально. Но самое главное, что когда они скользят, почему трекшн мне так нравится, и за счет того, что широкая очень подошва, она уширенная со всех сторон, получается такой результат, что нога не поворачивается. То есть, если вы даже пытаетесь упасть, у вас нога не уходит сразу, не выгибается. Они высокие, и плюс расширенная подошва. Это дает устойчивость, особенно с большим весом, как я. Кстати, рассудник спрашивал, сколько я там скинул я с Москвы. Набрал один килограмм. Хотя чувствую себя значительно лучше. В общем, так. Ну, по снегу идет нормально. В общем, посмотрим, что дальше будет, насколько они промыкают. Ну, это уже отдельный разговор. Пока впечатление хорошего. Колодка очень удобная. Никаких дискомфортов нет. В отличие от дешевых, которые я покупал до этого кроссовки, временно ходить в них можно, я уверен, что долго. Да, забыл в этом напомнить, чтобы вы не спутали. Трекшн, который у меня был, это все-таки осенне-весенние такие, несмотря на то, что они... Но они невысокие были. Эти высокие кроссовки, и не путайте с трекшном классическим, который сейчас опускается в черном виде. Это немножко другие ботинки. Эти ботинки выцеплены, они выше, и у них широкая подошва. Так что, друзья, кроссовки скользят, великолепно на льду. Можно использовать как коньки. Но мы их сегодня не будем использовать. Мы их по прямому назначению. И сегодня, кстати, Март имеет два значения. Сегодня еще один из зрений у Павла Марта. Поэтому, кто смотрит и кому понравилось видео с Павлом Мартом, поздравьте его тоже. Зайдите на его фликер хотя бы. Поздравьте. Ну и просто напишите в комментариях, что вам понравилось. Так что, мы постараемся тоже ее поздравить. По мне возможности. Хоть нам говорят, что солью ничего не посыпает, на самом деле все белое абсолютно. Поэтому по поводу соли не знаю, как будет выступать, как будет фиксироваться. Но мы это узнаем в ближайшее время. В общем, ботинки пока удобные. Понятно, что они пока еще не приносились. Но могу сказать, что я вообще не устал совершенно. Хотя сегодня прошел там... Нормально прошел, хорошо. Раньше было такое напряжение, когда ходишь в такой обуви с узкой обычной подошвой. Здесь подошва очень широкая. И плюс они высокие. Поэтому даже если вы скользите куда-то, нога уходит в сторону, нет такого, что ее подвернуть можно. В этом плане, конечно, это самое то, что нужно. По поводу тепла и по поводу того, что они зимние. Могу так сказать, они действительно зимние, потому что я зашел в магазин, действительно очень жарко. Говорят, что красивый литер-морт. Гороха. Несмотря на то, что я одел синтетические оски, ну, правда, толстые, чтобы не протереть, не натереть ногу, но могу сказать, что все равно в них тепло, очень жарко. Я не скажу, что в них очень душно, как если бы я ходил в кожаных полностью ботинках, как я вот в Москве двигался, в кожаных ботинках, на утеплителе, на шерстяном было очень жарко. Тем не менее. Ну, по поводу скользкого, не скользкого, вот сейчас горки. Спустимся. Не, а слушайте, по льду, со снегом, в принципе, они скользят нормально, но, конечно, надо все равно делать скидку на то, что аккуратно надо двигаться. Ну, по ощущениям, в них ходишь, знаете, как в валенках, можно так сказать. Но не в том смысле, что в них там, в них очень легко, они свободны, со всех сторон зазор очень большой. Поэтому очень спокойно в них двигаешься. Ну, как в тапочках, грубо говоря. Поэтому я брал немножко с зазором. Те, которые у меня в упор, я не стал экспериментировать, потому что надеюсь на то, что лучше толстые носки одеть какие-нибудь. Ну, это мое личное мнение. Хотя эти весной, но посмотрим, как это будет весной. С этого места, кстати, я снимал здесь много репортажей и весной, и летом. Поэтому, я думаю, что вы наверняка его узнали. Сейчас оно преобразилось, сейчас он зимний вариант. Здесь сегодня лыжников много. но все равно. И я думаю, что мы, как только станет потеплее, когда снег сойдет, мы обязательно сюда вернемся, потому что кусты теперь не заслоняют этот вид, что к этому времени будет делаться на противоположной стороне. Я думаю, что к этому времени начнутся уже полноценная стройка вот этой развязки, которая здесь появится. И не уверен, что будут какие-то красивые, но то, что кусты отсутствуют, могу только одно сказать, берите свои камеры, отправляйтесь снимать, потому что, как я уже повторяю, пока вы там откладываете все, можете выйти, а потом леса, может быть, уже и нету. Вот в данном случае вот здесь ситуация такова. Это место, где я снимал наклоненное дерево, теперь оно выглядит вот таким вот образом. Ну вот, друзья, так выглядит сейчас эти деревья, которые я фотографировал, которые у меня в особенностях. Такой ветер сегодня сильный, видите, даже камера улетела. Ну, придется ее в руках держать, видите, она запотела даже от холода. Ну, в общем, вы поняли, да? Здесь я снимал с каплями целый цикл и ни одно видео я снимал. Ну, теперь этих деревьев нету. Теперь можно только от них пни наблюдать, поэтому вот, можно сказать так. Ну, и камень преткновения этого места, вот он с этой стороны. Ну, надеюсь, что все будет к лучшему, все вернется к лучшему, и мы с вами продолжим этот выпуск. В поиске какого-то интересного ракурса, кадра, я могу вам сказать, что иногда с черно-белой фотографией интересны тени. В данный момент, вот, может быть, не так заметно, да, но вроде ничего нет особенного, но тень от дерева можно увеличить контрастом и превратить его в какой-то... Можно попробовать это сделать в варианте малобелографии, как я это люблю делать. В общем, вся вода высохла, никакого снега не осталось, можно поджигеть, что не промыкать. В общем, друзья, подводя итоги, у нас очень ветрено, очень холодно. как говорится в русской поговорке пословица «Держи ноги в тепле, а голову в холоде», чего вам фуёныч и желает. Субтитры создавал DimaTorzok